МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Михаил Майоров. И в этом выпуске вы увидите. Дважды пострадавший. Скорая помощь с пациентом в машине попала в аварию. Ушибы и другие травмы получили все, кто находился в салоне микроавтобуса медиков. Рассадник клопов в центре города. Из-за одной неблагополучной квартиры в подъезде жилого дома страдают все соседи. Об этом расскажем в рубрике «Айстовый информатор». У них там, оказывается, и клопы, и тараканы, и мыши, что хочешь. Всеволод Пуля на форуме «Медиа Восток». Руководитель международного проекта российской газеты рассказал, что его творческий путь начался с катастрофы. Это был остросюжетный репортаж о том, как я строил домик из кубиков. Записки об эпохе Карафута малоизвестного японского литератора Самукавы Катара. В Сахалинской областной библиотеке развернулась ярмарка редких книжных изданий. Нашу краеведческую книгу, Сахалинскую книгу, знают за пределами Сахалинской области и высоко оценивают на различных фестивалях. Губернатор Олег Кожемяков встретился с Юрием Трутневым. Глава региона и заместитель председателя правительства России обсудили возможные последствия от существенного сокращения расходов бюджета Сахалинской области. Федеральный центр намерен перераспределить нефтегазовую прибыль от действующего с 1994 года соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2». В настоящее время 75% этих сумм поступает в казну Сахалинской области, 25% – в федеральную. Согласно предложению правительства, схема распределения должна стать прямо противоположной. И тогда доля областного региона существенно сократится. В беседе Юрий Трутнев подчеркнул, что при принятии любых решений ни в коем случае нельзя допустить ухудшения социального положения сахалинцев и курильчан. И поручил Минфину совместно с губернатором проработать вопросы обеспечения безусловной сбалансированности регионального бюджета. По итогам встречи губернатор Олег Кожемяка заявил, что правительство островного региона готово в ближайшие дни предоставить профильным федеральным ведомствам объективные данные о доходах и расходах областной казны. Только после исчерпывающих консультаций будут приниматься какие-то решения относительно будущего бюджета региона. Парковка или спортивная площадка. Горожане, проживающие на улице Есенина, обсудили проект будущей реконструкции дворов со специалистами мэрии и внесли свои предложения. На начальном этапе возникли разногласия по обустройству прилегающих к домам территории. До начала работ еще достаточно времени на решение проблемных вопросов. Реконструкция дворов начнется следующим летом. Пакет документов мы подготовим. Вы пройдете по своим соседям, соберете нам эти документы и мы будем работать дальше. Как будут выглядеть дворы, это волнует каждого из жильцов. Как они должны выглядеть. У каждого есть свое мнение. На прилегающей к шести домам территории на улице Есенина запланировали реконструкцию. От дома с номером 42 до 48А работы во дворах начнутся в следующем году. Специалисты администрации Южно-Сахалинска провели встречу с населением и показали людям первые эскизы проектов. Обсуждение получилось эмоциональным, но конструктивным. Вот какое замечание вот это есть, я согласен. Вот здесь тыльная сторона, она мертвая зона. Все равно мы давно уже к вам хотели прийти и по поводу этого говорить. То есть предлагаете сделать? Да, народ все равно забьет. Там может быть отсыпать, надо еще подровнять немножко. Чтобы избежать конфликтных ситуаций между недовольными жильцами и строителями в период ремонтных работ, необходимо максимально согласовать проект заранее. Такое поручение дал подшефным ведомством мэр Сергей Нацайдин. Предварительное обсуждение уже дало свой результат. Жаркие споры возникли по поводу парковок. Их, по мнению владельцев автомашин, недостаточно. Есть свод правил, есть санитарные правила, которые не позволяют вмещать избыточное количество машин в дворовых пространствах. В том числе их парковать и оставлять на длительное хранение, что тоже бывает. Размещение парковочных карманов ограничивается не только количеством машин, но и расстоянием от жилых домов. Правила предписывают. Парковка на 10 автомобилей должна располагаться не ближе в 10 метрах от дома, если на большее количество машин, соответственно, увеличивается и расстояние. Но, разумеется, не в ущерб зеленой зоне. Также жильцы попросили построить во дворе не только детскую площадку. Мое предложение, чтобы не только детская площадка была, но была и площадка для взрослых, для занятия спортом. Подобные встречи продолжатся и в дальнейшем. Ознакомиться с предварительным перечнем адресов по капитальному ремонту, придомовых территорий и внутриквартальных проездов на 2018 год можно на сайте городской администрации. Как избавиться от клопов? Ломает голову весь подъезд дома номер 74 по проспекту Победы. Из-за одной неблагополучной семьи по всем квартирам расползлись кровососы. Дезинфекция надолго не помогает. Тот образ жизни, который ведет эта семья, располагает к активному размножению насекомых. А жильцы дома тем временем уже размышляют. А не легче ли избавиться от самих соседей, нежели от клопов? Проспект Победы, 74. Дом в центре города. Сложно поверить, что внутри него находится целый рассадник клопов. Одна из его жительниц, Вера Савельева, жалуется. Дети и внуки уехали из квартиры. Находиться здесь невозможно. Клопы ползут из розеток. И самое страшное начинается ночью. Тут уже не до сна. Дезинфекция помогает лишь на несколько дней. Потом кровососы приходят вновь. Для меня это как атомная война, вот честно. Вот как, не знаю, как это объяснить, но очень плохо. Ну очень плохо. Это ты живешь и знаешь, по тебе что-то ползет, кусает. И, ну это же не гигиенично. Откуда появились клопы? Сначала хозяева даже грешили на декоративную собачку Беллу. Но затем стало ясно, источник находится этажом выше. Здесь живет неблагополучная семья, которая на контакт выходить не хочет. За этой дверью, по словам соседей, настоящий зверинец. Клопы, мыши, тараканы. Мы сами, жильцы, собрали деньги, чтобы потравили ей клопов. Вы знаете, что, которые травили с инвестанцией, сказал, я в жизни столько не видел. Там и по плентусам, и в диване, и где хочешь, их очень много. Однако при таком образе жизни хозяев квартиры навсегда избавиться от клопов просто нереально. В итоге из-за одной семьи страдает весь подъезд. К тому же неудобства доставляют не только насекомые, но в первую очередь сами люди. И их, мягко говоря, странные гости. Соседи неблагополучной семьи, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, обращались в различные инстанции. Но пока все безрезультатно. Юристы рекомендуют для большей эффективности писать коллективные заявления. Жителям я рекомендую обращаться в правоохранительные органы, в Роспотребнадзор. Тоже считаю, необходимо обратиться, чтобы они сделали выход и все-таки зафиксировали данные факты, если есть нарушения. И обращаться в администрацию. Специалисты отмечают, выселение неблагополучных соседей, которые нарушают общественный покой дома и санитарную обстановку, весьма сложная процедура. И суды чаще всего остаются на стороне собственников жилья. Хотя почти в каждом подъезде есть своя такая нехорошая квартира. Его карьера началась в пять лет. А чтобы прочитать лекцию в стенах САГУ, он спал в самолете. Вся Волод Пуля присоединился к молодежному форуму «Медиа Восток». Руководитель международного проекта российской газеты попытался объяснить, почему люди во всем мире теперь читают новости по-другому и что с этим делать журналистам. Эта лекция началась для него стандартно. С вопроса, настоящая ли фамилия. Вся Волод Пуля смеясь отвечает. Да, иронизирует. Даже сертификат имеется. Всего три часа назад он прибыл на Сахалин. Поэтому еще не успел толком оглядеться. Малые залы и заинтересованные лица ребят на Восточном факультете – это первые впечатления Пули от форума. «Скажите мне, пожалуйста, кто здесь в зале уже работает журналистом? Так, а все остальные победы? А вы что делаете?» Всеволод Пуля – руководитель международного проекта российской газеты. Он охватывает глобальную аудиторию через печатные приложения к влиятельным мировым газетам, как минимум в 30 странах на 18 языках. Есть два десятка сайтов. И везде индивидуальный подход к подаче информации. Потому как восприятие новостей у пользователей разное в зависимости от возраста, интересов, формата издания. Технических нюансов множество, и лишь часть из них озвучена на лекции. «Мы хотим это пробовать, креативить, применять. Все эти технические новшества, которые сегодня появляются для отслеживания информации на сайтах, это очень интересно. Надо пробовать, смотреть и развиваться в социальных сетях, как нам сегодня порекомендовали». «В этом плане реально хочется слушать их больше и больше. И то, что лекции заканчиваются, становится все-таки минусом, чем плюсом, потому что реально очень интересно». Сам Пуля то ли в шутку, то ли всерьез признает, что говорит только на английском, французский и немецкий со словарем. Подмечает на лекции студентов, уткнувшихся в телефон. И серьезным тоном произносит своих, а он при всех регалиях еще и преподавателем ГУ, бьет линейкой по рукам. Но это, разумеется, шутка. Пуля делает проще, просит сдавать мобильники перед парой. Улыбка мелькает и в рассказах о начале творческого пути. Карьера Всеволода началась в пять лет с катастрофы. «Это был остросюжетный репортаж о том, как я строил домик из кубиков. И в комнату зашла моя мама, она гналась за мухой с тряпкой и разрушила этот мой домик из кубиков. Так что это был такой репортаж катастрофы. И вышла в газете «Яростул» в городе Кирове». Лекция продлилась два часа, но на этом, говорит Пуле, знакомство не заканчивается. Есть блог, есть телеграм-канал, где можно найти множество вкусных материалов о новых медиа. Студентам предлагают подписку, а не селфи, мэтру российской журналистики. Деловые игры, мастерские с участниками и мозговой штурм креативных идей. В областном центре открылся молодежный форум «Мой Южный». Площадка собрала более 60 участников, среди которых студенты и специалисты различных сфер. Трехдневную работу построили по двум обучающим модулям – «Городское пространство» и «Город возможностей». Участники обсудят идеи создания арт-объектов и новых брендов, а также не обойдут стороной темы молодежного предпринимательства и демографии. Хотелось бы узнать, какие есть возможности, возможно, льготного кредитования, субсидирования, особые меры поддержки со стороны официальных властей. Я знаю, есть определенные программы, допустим, фонд экономического развития. Но, как правило, данные программы рассчитаны на текущий бизнес, просто для решения, для развития. Хотелось бы узнать, какие-то, может быть, социально направленные направления. Молодежные форумы всегда дают толчок для развития, в том числе и города, и всего общества. И по итогам форума лучшие предложения, лучшие идеи будут восприняты администрацией в работе. Ну а участники, которые будут презентовать лучшие идеи, которые этой идее понравятся, конечно, мы ждем в рабочие группы, в администрации для реализации их проектов. Подобная молодежная площадка в Южно-Сахалинске открывается уже во второй раз. Традиционно свои проекты, разработанные на форуме, участники представят в завершающий день, 9 октября. Первая в области выставка ярмарка «Книжное ожерелье Тихого океана» открылась в Южно-Сахалинске. Островные краеведы, писатели и работники культуры поделились опытом и творческим багажом, который копили несколько лет. Издатели представили около 500 книг, посвященных истории Сахалинского региона. Как видят Сахалин и Курилы японские писатели? Книга Елены Иконниковой в соавторстве с ее студенткой рассказывает читателям об образах островного региона в произведениях зарубежных авторов. Истории Самукабы Катары легли в основу сахалинской книги. Японский писатель, творчество которого анализируют в произведении, жил на островах в 30-40-х годах прошлого века. Сегодня книгу представляют на выставке-ярмарке «Книжное ожерелье Тихого океана». В действительности круг чтения у этой книги очень широкий. Это и все те, кто интересуется литературным краеведением, все те, кто интересуется историей родного края. Вместе с этим книга все-таки имеет еще и литературическую направленность. Поэтому она, конечно же, интересна филологам, преподавателям, которые работают в рамках своих занятий над изучением краеведческого компонента. Областная выставка-ярмарка на острове состоялась впервые. В ней принимают участие издательские организации, специалисты научной библиотеки и островные краеведы. Представлены около 500 изданий. Ежегодно на 1-2% количество изданий увеличивается. Нашу краеведческую книгу, сахалинскую книгу, знают за пределами Сахалинской области и высоко оценивают на различных фестивалях и межрегиональных, и общероссийских выставках-ярмарках. Также в рамках книжной выставки состоялся круглый стол. Издатели обсуждали возможные варианты продвижения островных краеведческих книг. А все желающие смогли принять участие в акции «Подари новую книгу библиотеке». Фонды учреждения пополнили уже более 20 произведений. Традиция писателя Сахалиней началась у нас с таких великих людей, замечательных людей, как Артур Палачехов и Стас Дорошевич. И люди, живущие сейчас здесь, на Сахалине, ученые, которые работают в различных отраслях, пишут очень много, как мы видим. Наш музей вносит свою скромную лепту в развитие этого самого творческого потенциала. Среди мастеров писательского творчества организаторы проводят конкурс на «Лучшее краеведческое издание». Всего в нем принимают участие около 80 книг. Итоги состязания раскроют на открытии библиоярмарки, которая состоится 9 октября. Позднее эти издания пополнят фонды библиотеки. Пятиэтажный дом 90-го года постройки в Долинске признали аварийным и подлежащим сносу. Правда, переселение, как это обычно бывает, затягивается. А жильцы все больше переживают. Трещины окутывают стены. Новые пустоты облюбовали, например, мыши. Вот она почти наполовину уходит здесь. Здесь тоже. Здесь поменьше уходит, потому что замазывали мы уже. Комиссия Ивановская приезжала, вот замеры делали. Он когда туда, дайте, говорит, что-нибудь, я ему дала железную линейку. Она туда и ушла. Фокус с исчезновением линейки в несущей стене дома Светлана Плотникова проделывает не первый раз. Паутина из трещин окутала всю пятиэтажку по улице Комсомольской в Долинске. А во время дождя хлопот жильцам только прибавляется. Мокрая. Здесь вот стена вся лоптушная. Вот-вот-вот. Каждый месяц новые трещины появляются. Она съезжает. Это вообще опасное место, мне кажется. Не крепче стены и в квартире инвалида первой группы Людмилы Винокуровой. Люди не бездействовали, видя, что дом становится опасным для проживания, стали писать в различные инстанции. В 2013 году пятиэтажку признали аварийной и подлежащей сносу. Оценка технического состояния строительных конструкций жилого дома еще четыре года назад показала состояние кровли недопустимое. Как дождик и все. Люстры взрываются, лампочки взрываются, розетки летят. Взрывы такие, как будто салют дают, петарды. Страшно, страшно. Мыши сегодня сижу, думаю, дождик что ли идет. Они под обои-обои-то отошли. Они там бегают и прям по полу, и по кровати, по дивану. Мыши лезут, у нас кругом приманки лежат. С ними бороться бесполезно, потому что везде находят дыры. Что бы вы только не делали. Живем ужас как. В доме 55 квартир. И больше других страдают жильцы верхних этажей. Старожилы рассказывают, дом сдали в 90-м году для железнодорожников. С большими нарушениями дом был сдан. Ну вот поэтому мы ждали его очень. Поэтому скорее торопились. А в итоге-то вот что и получилось. Но дом очень молодой. Что за это время с ним произошло? А вы знаете, тут большинство, как, цемент ушел налево. Строен он с песка. Он песок сыплется. Все. Вот поэтому итог такой. Землетрясение, сказали, 2-3 балла не выдержит. Я говорю, что ждем, жертву что ли, когда будут? У нас торец дома уже отходит, там крен стоит, получается. Люди уже боятся спать там. Надо швы заделывать. А швы у нас вообще не заделаны. Никогда не были. Они по пенке вот этой поврызгали. Пенка уж давно отвалилась. В администрации Долинска здание, которое стоит в считанных метрах от проблемного дома, о ситуации знают. Мэр держит вопрос на контроле. Говорит, на данный момент переселить 50 семей просто некуда. Отведен земельный участок по строительству данного дома. Также мы сейчас уже получаем экспертизу проекта по стройку этого дома. С Министерством строительства Сахалинской области отработали уже вопрос. Оно вносит его на начало работ по строительству именно под этот дом на 2018 год. Конкретные сроки сдачи в администрации пока не готовы называть. Но говорят о большой заинтересованности в сносе дома номер 42 по Комсомольской. С освобождением участка в центре Долинска быстрее начнет решаться вопрос и с переселением других нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей района. Далее в эфире рубрика «Точка отсчета». Спешили в больницу, попали в аварию. В областном центре на пересечении улиц Сахалинская и Дзержинского внедорожник столкнулся с автомобилем скорой помощи. На данный момент известно, что спецмашина с пациентом в салоне экстренно направлялась в больницу. Форд Медиков поднимался вверх по Сахалинской. На перекресток он въехал на красный сигнал светофора. Со слов водителя внедорожника, сирену он слышал, а скорую не видел. При выезде на развязку обзор ему перекрыл грузовой автомобиль справа. Из-за его кузова и выехала машина 03. В результате столкновения пострадали водитель, врач и пациент. Все они получили ушибы и ссадины. В Южно-Сахалинске сегодня спасали артистов и весь персонал театра кукол. Правда, понарошку. Учения начались с условного пожара на главной сцене. После того, как сработала сигнализация, люди покинули здание. Пожарные расчеты МЧС приступили к тушению и проверке всех помещений этого здания. Все сотрудники знают, какие их действия в случае тревоги. Знают и посетители, потому что администраторы работы, особенно с учебными классами, с классными руководителями, тоже предупреждают. Поэтому для театра это обычная работа. А как же спасать? А куклы спасать же надо в первую очередь тоже? Конечно, обязательно. Куда же без них? Поэтому актеры знают свое дело. И в случае чего они обязательно возьмут свою куклу от того спектакля, к которому готовились. По легенде учения, прибывшие на место спасатели сталкиваются сразу с несколькими трудностями. У меня еще одного человека не нашли. Это гардировщик. Не могу найти в списках книг. И второе. С южной стороны здания, из окон первого этажа, идет обоих дымов. Пока одни тушат, другие в срочном порядке обследуют это большое здание в поисках пострадавших и находят в разных концах помещений театра. А для сотому? Это моя мяка. Еще один пострадавший выйдет на свежий воздух. А пока были заняты поисками одних, на связь перестала выходить одно из подразделений спасателей. Нашли и их. Итог учений. Условный очаг пожара и его распространение успешно ликвидировано. Все пострадавшие найдены. Куклы театра спасены. Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что установлены личности так называемых телефонных лжетеррористов. Это четыре гражданина России, находившиеся на тот момент за границей. Их личности в интересах следствия пока не называют. Напомню, с 10 по 12 сентября все крупные города России, в том числе и Южно-Сахалинск, оказались в центре внимания телефонных злоумышленников. В областной столице эвакуировали все крупные магазины, госучреждения и железнодорожный вокзал. По стране были эвакуированы сотни тысяч людей. Работа десятков учреждений была приостановлена. По предварительным данным, ущерб от действий лжетеррористов составил около 300 миллионов рублей. Городской совет ветеранов отметил 30-летний юбилей. Сегодня в рядах этой организации состоит более 700 человек. Они активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, участвуют в решении жилищно-бытовых проблем старшего поколения и стоят на страже юридических прав ветеранов. В этот же день свой юбилей отметил и глава организации Николай Литвинов. На торжественном мероприятии его наградили орденом за службу России. Старшее поколение заслужило внимание и любовь, особенно младшего поколения. И вот эти примеры защиты в Великой Отечественной войне, примеры достойного восстановления народного хозяйства послевоенные годы, это, конечно, надо передавать нашим молодым поколениям, чтобы они понимали и знали. Открытие откладывается, но ненадолго. Строительство биатлонного комплекса в областном центре на финишной прямой. На сегодняшний день полностью готовы 8-километровые трассы для лыжников и биатлонистов. Последних также ждут стрельбища с мишенями и штрафной круг для тех, кто не попал в яблочко. На 100% смонтировано освещение лыжных трасс. Отстает от графика возведения судейских модульных зданий и асфальтирования подъездных путей комплексу. Немножко у нас идет запоздание в соответствии с графиком. По причине того, что мы изначально немножко отошли от оригинального проекта, первое. И второе, в части проекта, который у нас остался для строительства, есть недоработки, которые не устраивают нас, как будущих эксплуататоров. Завершающим этапом этой спортивной стройки будет возведение в следующем году административно-бытовых зданий. Обкатка трассы, тренировки и соревнования на этом комплексе начнутся, как только выпадет первый снег. А в январе будущего года к Олимпиаде в Южно-Корейском Пхенчхане здесь будет готовиться женская сборная России по биатлону и лыжным гонкам. Это были все новости нашего дня. Выпуски программы, а также другую информацию найдете на сайте istv.ru. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова